Друзья и джентльмены, это шоууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу центре гюмбета это бюджетный отель ультра all inclusive сейчас мы заполним все анкеты и будем заселяться и так получаем браслеты и погнали смотреть отель мы приехали в этот отель примерно в 11 часов нас не стали заселять сразу же сказали подождать примерно до часу ходили пока что по отелю посмотрели где тут находится хамам где сауна где какой пляж где какие бары весь отеля посмотрели и пока что ждем когда нас позовут на стойку пока вы ждете заселение в номер вы можете попросить подключить вам вай фай смартфоне на стойке регистрации время час дня и нас как и обещали заселяют номер пораньше обычно мы очень тщательно подбираем отели и внимательно читаем все отзывы поэтому мы были готовы ко многому хоть отель и является пятизвездочным с системой ультра all inclusive он больше похож на очень хорошую четверку в бодруме мы впервые и некоторые предыдущие негативные отзывы не совсем конечно объективные заставили перед поездкой понервничать но переживания оказались напрасными и отдых получился отличный но возможно те кто заплатил круглую сумму за отдых в данном отеле будут совершенно иного мнения шумоизоляция в номере отличная но конструкция корпуса имеет форму колодца если окна вашего номера выходят вовнутрь то концу отпуска вы рискуете выучить несколько иностранных языков на балконе пришлось привязать такую веревку к стулям с этой стороны вот с той стороны тоже так же здесь вешающие тяжелые подвигаются но легенько вешать можно полотенце вот сюда на перила вешаем солнце с утра у нас в номер не попадает обед она будет где-то вот прямо как раз перед нами а под вечер уже солнца нет нас заселили в номер с большой двуспальной кроватью номер конечно уставший но просторный все аккуратно чисто и исправно комаров в номере не было как не было впрочем и чайника зато в номере был большой бесплатный шкаф и маленький платный сейф в холодильнике при заезде стояли безалкогольные напитки санузел в номере стандартный как и в других бюджетных отелях небольшой только разницей пенту белый они пожелтевшие от времени как в трешках номер нас вполне устроил и теперь наступило время отдохнуть после тяжелой дороги следующий день к нам подкрался незаметно и мы идем на завтрак такой вид у нас с четвертого этажа на первый нужно конечно подняться было на лифте нам с 4 до 6 тут несколько пролетов так что мы ходим пешком вот вход в столовую и Продолжение следует... 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 мы нашли наши шезлонги на которых нет полотенца остальных уже везде полотенца лежат на последнем ряду еще ничего не занято сейчас где-то почти 10 утра с утра солнце на пляже с левой стороны потом оно получается вечером заходит уже вот там за городом так что весь день на пляже солнечно здесь подъезжают лодки с этим буйками с правой стороны также этот пляж поглубже и под водой меньше камней и плавный заход в воду такой песчаный и близко к берегу вот уже люди по пояс стоят сейчас покажу какой тут песок вот такие мелкие камушки интернет на этом пляже вообще никакой на том пляже куда мы ходили вчера на мелком вообще очень хороший был интернет зато на этом пляже пар находится прямо на берегу на пляже побалдели сейчас идем снэк-бар попробуем пиццу сэндвичи и потом на обед сразу же снэк-бар находится при выходе с пляжа вот здесь немножко левее вот той стороне это просто бар здесь коктейли делают а вот здесь наверное снэк-бар тут все на столах накрыто снэк-баре тоже можно нормально пообедать так что мы на перекусим сегодня здесь есть рис мясо тушеное фасоль какая-то и наггетсы куриные немножко так набросали по тарелкам вот так вот мы взяли покушать перед обедом очень плотно перекусили снэк-баре на обед мы наверно не пойдем поднимемся по лестнице входить отель не будем пойдем прямо центр как таковой территории у отеля как будто бы и нет но это только на первый взгляд на самом деле у отеля очень зеленая уютная территория с несколькими зонами отдыха я бы даже сказал точнее тут не отличной территории это правда обычно она и не нужна ведь гулять в бодруме нужно за пределами отеля благо расположение у сарлик отличное вечернее время территория отеля очень красиво подсвечивается да и вообще в гюмбете везде очень грамотная иллюминация я уже показывал вам в предыдущем видео как подсвечивается набережная гюмбета когда мы гуляли вечером по пляжу но никакая иллюминация не сравнится с той которая подсвечивает ночные клубы гюмбета в одном из которых мы сейчас и отдохнем мы обязательно покажем вам как мы погуляли и это будет уже в следующем видео и вот мы заходим в отель вот здесь на второй этаж тут сразу же где-то находится у нас сауна тут же располагается и крытый бассейн так как завтра мы проснемся поздно то начнем следующий день сразу же с обеда и так погнали пришли на обед горячий тут все горячего раша чоким и и и и и и и Субтитры добавил DimaTorzok Сейчас объясню, как тут столовая расположена Верхний этаж, здесь крытое помещение, тенечек Там обслуживают, вино приносят Пониже вот тот этаж, там идет раздача еды Там вот эти все столики стоят Там дальше идет проход в столовую, которая вот находится на крыше, открытая И тут на открытой, как бы, есть часть под навесом и есть часть без навеса Как тебе на крыше? Страшно Страшно? Давай быстренько фоткаем с ним Давай Мы пришли с обеда, до этого, когда выходили, вешали табличку, что сделали уборку Нам тут все сложили, прибрались, все стало чистенько, тут песок был, обувь стояла, они все убрали Но мы каждый раз, когда просим уборку, оставляем 20-30 лир на чаевые Так вот, сегодня у нас ожидал новый сюрприз Нам принесли целый ящик воды Пьем ее много, они, наверное, устали у нас из мусорки убирать пустые бутылки Так что принесли нам сразу побольше И второй сюрприз, это вот, они принесли нам цветы Такой запах в комнате стоит приятный Что там еще? Зубные щетки дали? Да, зубные паски Каждому Бритва, мочалки А это что? Вот это все так же, зубная паска, щетка Мыло тоже принесли, да? Весь день мы обалдели в релакс-зоне возле бассейна А сейчас мы идем на ужин Что это такое? Тушеная баранина с овощами написано ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти самые вкусные Медовые с орешки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пришли Первый а-ля карт Итальянский 19.30 вечера Готово? Попробуйте Итальянский Итальянский Спасибо Кроме гостей В ресторане есть еще Незваные персонажи Рыжих пород Котики, собачки Вот один Там второй Третьим будешь, да? Да, молодец Ну, наверное, так и должно быть Сначала Запустите Салат Помидорчик с целью Какая-то Неизведанная Записочка На сухом хлебушке Сухой Давай Давай за вас Ну, и ждем горячее Пирожные керамику Очень вкусно Очень вкусно Рыба на гриле Приготовлено Красное Не знаю кто И запустим Ну, а кружево Конечно, хорошее Милый Такой скромный Ресторан Ну, нам осталось Посетить еще Три ресторана Это был первый Итальянский Остался Оттаманский Китайский И рыбный Хочешь что-то Естого Толстого Или некрасивого Сегодня мы записались В рыбный Алякард Он находится На центральном Пляже Сейчас пойдем Попробуем рыбку Нам сразу же Принесли Вино По заказу Который мы Попросили И принесли Меню Которым Продолжили Выбрать Или Сибас Или Окунь Мы выбрали Окуня Это какой-то Соус Потом Сыр С Дыней Это тоже Какой-то Соусик Это Нарезка Со столовой Это что такое? Да Личинки Личинки Это спаржа Мы не успеваем кушать Нам приносят Все новые и новые блюда Не знаю что это Но выглядит очень аппетитно Ну это Сейчас попробуем А ну Иди сюда Сгущёнка Ну давай кушать Ореховую пасту Вид с ресторана Очень красивый Вообще Виден весь Гюнбет Месяц Море Все Прям возле нас Обстановка Очень приятная Вот это Наш пляж Получается Здесь Шезлонги Там бассейн Вот Вдалеке Винейца Это шоууууууууауыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все, вроде незаметно Остановка Маршрутки находится в 50 метрах от отеля До центра Бодрума всего 15 минут езды А оттуда можно уже уехать, куда глаза глядят И посетить много красивых мест Так что, друзья, не сидите в отеле Берите ноги в руки и вперед путешествуйте!